Здравствуйте! В студии Ирина Добродей в эфире тема дня. Мы снова говорим о культуре. Сегодня в нашей студии филолог, преподаватель литературы английского языка, писатель Сергей Орлов. Мы с Сергеем давно знакомы, поэтому будем на «ты». Это верное решение. Отлично. Сергей, скажи, пожалуйста, мы сегодня говорим о литературе, наша главная тема. Можешь назвать топ-5 книг для каждого образованного интеллигентного человека? Вот что обязательно нужно прочитать? Вопрос с подковыркой, потому что, во-первых, я не очень понимаю, что такое образованный человек. Я себя, скорее, к этому роду не отношу. Скорее, человек недостаточно образованный, но стремящийся к образованию. Если мы говорим о образованности как о категории людей, которая получила какое-то образование, то у нас все население фактически является образованным. Ну, большинство, да, конечно. Вот. Поэтому будем считать, что я недостаточно образованный человек, который любит читать. Что касается пятерки лучших книг, здесь тоже есть такой момент. Мои любимые книги все-таки, это список построен больше на воспоминаниях. Чтобы, не дай бог, не разочароваться, я не перечитываю, если только есть какая-то необходимость. И все-таки назовет? Я, то есть, если бы я сейчас начал бы читать книги, то, может быть, перечитывать точнее, то, может быть, я бы уже сделал некую переоценку. Чего мне, опять-таки, делать не хочется, потому что со своими идеалами я не хочу прощаться. То есть, любимые книги не перечитываешь? Нет. Я могу, то есть, если мне нужна какая-то цитата, безусловно, я найду. Но читать от корки до корки не буду. Итак, какие же книги надо читать, но не перечитывать? Я вот думал об этом. Для меня есть два параметра. Мне кажется, есть великий человек, о котором, мне кажется, не так часто вспоминают. Это переводчик Любимов. И хотя я недавно прочитал у одного московского кинокритика о том, что его перевод Дон Кихота ни в какие ворота не лезет, но вот я получил огромное удовольствие, читая Дон Кихота. Потом Любимов – это человек, который перевел много чего, но, среди прочего, Гаргантюа и Пантагрюэль, и Дикамерон, совершенно разные книги по сути, по стилистике, в общем-то, плюс еще, как я уже говорил, Дон Кихот. И каждый раз я читал книги все эти с огромным удовольствием. Так что вот Любимов, как ни странно, как переводчик прекрасной литературы. А второй параметр, наверное, это все то, что ругал Набоков, всех тех, кого ругал Набоков. Хотя я сам понимаю, что Набоков – величайший писатель, и испытываю к ним огромный пиетет. Но вот, скажем, опять-таки, Набоков очень критиковал Достоевского, того же Сервантеса. Вот это все и нужно читать. То есть все, что критиковал? И самого Набокова. Да. То есть это… А почему Сервантес? Одна из попыток, как я понимаю, изобразить какой-то такой вариант Христа, и потом эти попытки будут в дальнейшем предприниматься у того же Достоевского. Это книга, которая содержит в себе колоссальную мудрость. книга, которая заставляет тебя смеяться, порой плакать, и имеет трагический конец. Ну и сама ситуация, когда человек понимает, что, в общем, та жизнь, которую он ведет, никуда не годится, вот, и идет на кардинальные меры. Забрасывает все, тратит деньги и просто путешествует, придумывая себе какие-то высокие идеалы. Ну, звучит вполне современно. Все это, все это подкупает. А как человек, который в совершенстве владеет английским, как ты относишься к переводам? В совершенстве, наверное, слишком сильно сказано. И вот, говоря об образованности, я владею английским языком, более-менее, на хорошем уровне. Вот, а что касается остальных языков, то тут гораздо ситуация печальней. Поэтому Дон Кихот я только читал в переводе. Поэтому переводы – это неизбежность. Я сам стараюсь, все, что изначально написано на английском языке, я читал в оригинале, за исключением одного большого романа. Я думаю, можно догадаться, о каком романе идет речь. Улисс? Да, это Улисс. Ты угадала. Во-первых, потому что… Я не знаю, больше еще романов. Ну, потом, во-первых, я как-то не добрался до оригинала. Во-вторых, там, я думаю, все равно бы это было бы такое чтение. Порой ознакомительное. Потому что, если я очень устал, а я читаю очень часто перед сном, лежа в кровати, и я вот читаю книгу на английском языке, и увидел слово, которое я не знаю, а я очень спать хочу. Что я делаю? Я не всегда посмотрю, что это слово значит. А в Улисе таких слов было бы много. Не всегда, в определенных главах. Как можно сейчас детям привить чтение? Вот у тебя дочка, ты как-то ее заставляешь считать, или пытаешься ее как-то по-другому заинтересовать? Я у нее об этом спросил вчера. Что нужно делать? Она сказала, папа, бить. Бить? Я этого никогда не делал. Она потом уже ответила всерьез, сказала, что нужно найти то, что ребенку интересно. Вот она сейчас, она много читает, но чтение ее однообразное. Это какая-то серия о котах. Я знаю второе слово, но не буду делать рекламу. Она вот за пойми читает все эти книги. Более того, она, как видимо, такой собственник, хочет иметь всю эту серию дома. Я говорю, ну сходи, в библиотеке-то все есть. Нет, я хочу, чтобы это было в домашней библиотеке. А как ты знаешь, сейчас раньше говорили, что книга лучший подарок. А сейчас, наверное, действительно книга стала лучшим подарком, потому что достаточно дорого стоит. И все-таки, мне кажется, что, как бы это ни банально звучало, многое исходит от семьи. Некоторые родители пытаются заставить ребенка читать. Но если ребенок видит, что ни папа, ни мама ничего не читают сами, откуда появится это? Все на примере, да? Да, то есть на примере. Плюс еще не нужно заставлять, вот прочитай именно это. То есть вот это, Сервантес, Достоевский и Набуков, ты не будешь заставлять Марту читать? Нет, не буду. Я могу попросить. Если ей не понравится, она об этом скажет. Но сейчас ей 9 лет, поэтому, если только там какая-то же была для детей, и адаптация Сервантеса. Ну и последний вопрос. Ты сейчас что-нибудь пишешь новое, свое? Ну, я пишу рассказ, как мне казалось. Потом все это переходит в какую-то повесть. Основа воспоминания, плюс еще несколько лет назад был юбилей факультета иностранных языков, который я имел честь окончить. И вот действие происходит на юбилей, когда встречаются разные люди. И герой уходит в воспоминания. То есть это вырастет в повесть? Ну, это по размеру уже повесть. Понятно, будем ждать, когда будет опубликовано. Спасибо. Продолжение следует...